Можно ли пользоваться конечностью, если она не закреплена на пояс? Такое бывает или не бывает? Не бывает. Поэтому любая конечность, у любой зверюги состоит из двух блоков. Первый блок, тот который торчит на улице, будет называться свободная конечность. Вот вы хорошо глазами видите как раз свободные конечности. А второй блок, который убран от туловища, и вы его не видите. Как называется? Пояс конечности. Какие задачи у поясов? Две группы задач у поясов конечности. Во-первых, разумеется, присоединение, просто чтобы не отвалилось. При этом присоединение за счет плотного перерастания на шве или за счет подвижного сустава? Подвижного сустава. Итак, первая задача, значит, пояс с одной стороны прикреплен к осевому скелету. Осевое скелет это самое надежное, что бывает на свете. Это позвоночник. А другой стороной образуется сустав со свободной конечностью. Это первая задача прикрепления. Ну и вторая. Это передача импульс мышц на конечность. Так, мудрёно выражаетесь. Передача импульса. Ну не импульса, а... Да давайте проще. Вот я сижу, да? Так, чтобы я как-нибудь двинул рукой. Мышцы мои должны сократиться? Да. Сокращение мышцы привело к движению какому-то. Может ли оба конца мышцы быть пришиты к одной кости? Нет. Вот если оба конца мышцы пришиты к одной кости, какое-нибудь движение произойдет? Нет. Нет, мышцы сломают кости. Ничего интересного не произойдет. А если у вас есть сустав, и одно схожилие крепится к одной кости с одной стороны сустава, а второе схожилие к другой кости с другой стороны сустава, и мышцы сокращаются, и что произойдет? Движение. Движение. Скажите, пожалуйста, у вас поиск грудной конечности есть или нет? Нет. Поиск рук. Нет. А кто-нибудь знает, как называются косточки, из которых он слагается? Прошу. Ключицы, пар ключиц и лопатки. Ключицы и лопатки сходятся вот здесь в районе плечевого сустава, образуя захват головки плечевой кости. Именно они обеспечивают крепление руки, чтобы рука не отвалилась. Так. А вот теперь давайте смотрим. Я делаю вот такое движение. Поднимаю. Ну-ка, прикиньте, где должен быть прикреплен один и другой конец мышцы, совершающий подобное движение? Куда вы должны прикрепить один конец мышцы, а куда второй? Вот это, чтобы рука вот так поднялась. Во-первых, к плечевой кости один конец, конечно, а второй куда крепить бы он? К лопатке. Именно так, вот сюда. К точке схождения лопатки включиться. Если бы оба конца мышцы были прикреплены только к плечевой кости, у вас какое-то движение произошло бы или нет? Никакого движения. Эта мышца вот так, как колпачок, покрывает ваше плечо. Называется дельновидная мышца. И большая дельта с одной стороны к полосу превосла, а с другой стороны к плечевой. Теперь я вытянул руки вперед, вот так положил на стол. И начал делать вот такие движения. Раз, два, раз, два, раз, два. Ну а как должны быть подведены мышцы? Работа которых совершают такие движения. Прошу. К лопатке. Да. И к... Грудине. Да, к грудине. Мышцы, идущие на соединении между ребрами. От вот этой, от центрального грудинного шва к плечевому суставу, вот сюда, отходят большие грудные мышцы. Их задача совершать вот это движение. То есть со стороны живота руки сходятся. Именно эти мышцы с безумной силой развиты у всех летунов. Вот для того, чтобы летать, какое движение надо совершать с большим усилием? Поднимать крову или опускать крову? Опускать крову. Ну вот представьте себе, я птица, а значит у меня позвоночник горизонтальный или вертикальный? Горизонтальный. Вы курицы видели как-то? Ну, воробья, вороны. Они что, как пингвины, столбиком ходят? Так позвоночник у них как? Вертикальный или горизонтальный? Горизонтальный. Классно. Теперь я собираюсь опускать крылья. Это значит, я делаю вот такое движение. Вот оно. Вот. Это какие мышцы у меня должны работать? Большие. Большие грудные, те самые. Идея понятна? Да. И так далее. Ну, я бы еще мог ногами помахать, но я это делать не буду, потому что задача будет решаться ровно так же. Исходя из сказанного, вторая задача – поиск конечностей. Первая задача – прикрепление свободной конечности к всего мускелета. Вторая задача – обеспечение площади крепления для мускулатуры конечностей. Ведь мышцы конечностей надо к чему-то прикрепить. Если бы не было поясов, они бы повисли без прикрепления. Вы бы тогда чем-нибудь двигать смогли бы? Да просто ничем бы не смогли. И так, две, два типа задачи. Первая задача – это прикрепление, просто физическое прикрепление, подвижное. И второй тип – обеспечение площади крепления для мускулатуры. Хорошо, сделаем.